Крестный ход из Каменцеподольского прибыл в Почаевскую лавру. Прибыл, как и каждый год, в течение 200 лет до того. Но в нынешнем 23-м году это был, возможно, самый тяжелый крестный ход за всю его историю. Перед его началом власти Каменцеподольского Хмельницкой области объявили о запрете шествия. Автобусы с паломниками, которые съезжались со всей Украины, останавливала полиция и разворачивала обратно. Совершенно дикий случай произошел с верующими из Ровно. За 12 километров до города их автобус остановила полиция с СБУ. У водителя отобрали водительские права, а затем в сопровождении патрульной машины заставили выехать за пределы Хмельницкой области. Всех паломников, которые все же прибыли к кафедральному собору Каменцеподольского и традиционно разместились в палатках, ожидая начала шествия, полиция выгнала за пределы собора. Затем власть подключила военкомов, которые вылавливали среди верующих мужчин и вручали им повестки. Особенно много военных было возле храма Рождества Богородицы в Должке на окраине Каменцеподольского, откуда и выходил крестный ход. Но, несмотря ни на что, около трех тысяч крестокодцев все же отправились по чаю. По дороге к ним присоединялись новые-новые паломники. И к половине пути их стало уже больше десяти тысяч. Да, это не десятки тысяч, как прошлые годы, но для нынешней ситуации это очень-очень много. И путь их был чрезвычайно сложным. Вначале была невыносимая жара, потом пошел дождь. Но главное не это. Огромные проблемы создавали власти, полиция и местные активисты. 21 августа, как и в прошлом году, власти Волочиска запретили проход паломников через город. На следующий день о запрете прохода крестного хода через область объявил Тернопольский облсовет. В УПЦ напомнили, что крестный ход – это молитва Богу, богослужение. И запретить его никто не имеет права, кроме как через решение суда. Но это никого не останавливало. Вот вход крестокодцев в Тернопольскую область. Люди идут буквально сквозь строй. Полиция кричит, что ход запрещен. Активисты орут угрозы. Вот паломникам кричат, что они – убийцы. А вот как люди вынуждены были сворачивать с дороги в поля из-за блокированной полиции трассы. И это при том, что более мирного собрания людей придумать невозможно. Никаких аргументов, ни фактологических, ни моральных для запрета молитвы верующих УПЦ нет. Ведь паломничество других конфессий проходит вообще без всяких проблем. За последние месяцы греко-католики провели уже несколько десятков своих прощ, где собиралось довольно много людей. Свободно ходят крестными ходами Рима-католики. Более того, украинские власти согласились принять в Умане 30 тысяч хасидов. И это несмотря на то, что мэр города заявила, что не может обеспечить их безопасность в случае ракетного обстрела. Почему же власть настолько откровенно преследует верующих Украинской Православной Церкви? Ведь крестные ходы в Почаеве проходят уже много лет, и ни разу не случалось каких-либо инцидентов, которые могли бы угрожать чьей бы то ни было безопасности. Ответ очевиден. В лице крестоходцев власть гонит церковь. Других вариантов просто нет. Но зачем? Ведь все эти люди – это не марсиане, даже не россияне. Это украинцы, которые точно так же, как и запрещатели, живут здесь, в своей стране. Это айтишники, военные, врачи, учителя, инженеры, водители и еще многие другие. Чего добивается власть, преследуя всех этих людей? Вы их беззаконно запретили, а они все равно пошли. Вы блокировали им дороги, а они тихо шли в обход. Вы накачивали активистов ненавистью, а они в ответ только молились. Многие украине воспринимают крестные ходы Украинской Православной Церкви как некую акцию несогласия, демонстрацию силы. Но это не так. Люди в крестном ходу находятся в другом пространстве и времени. Для них запреты, крики и блокированные дороги – просто испытания, которые Бог им попускает на пути. Такие же, как жара, голод или стертые ноги. И они переносят все безропотно, потому что идут к своей любимой Божией Матери. Потому что Бог дает им такую свою поддержку и благодать, перед которыми все препятствия выглядят мелкими и незначительными. И те, кто все это хоть раз почувствовал, пойдет снова и снова, несмотря на никакие запреты. И возьмет с собой детей. Дети на крестном ходе, в том числе, совсем крохотные – еще одна непостижимость для светского мира. Как можно их тащить с собой в жару и дождь по полям, без отдыха и нормальных условий. Но эти дети, так же, как и их родители, выглядят счастливыми. Потому что, как и их родители, чувствуют Божию благодать и счастье. А это значит, что, когда они вырастут, они уже будут вести к Божией Матери своих детей. И крестоходцев Почаев, и вообще верующие УПЦ – это часть украинского народа, очень мирная часть. Но никакое давление, никакие запреты не заставят этих людей отказаться от своей веры. Все эти усилия власти бессмысленны, как бессмысленными были усилия большевиков. Не потому, что эти люди – герои. Просто они точно знают, что они там, где Христос, там, где Богородица. И важнее в жизни человека ничего нет.